Мелодия 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 Еще не было. Часто один человек нажимает, а как будто 10 тысяч пишет. Один там протестует, нажал, а как будто вот 10 тысяч там написано. Наполеоновские санкции, помните, перед Отечественной войной, 1812 года, историка здесь есть. 90-е годы Запад угрожал России. Сложно, очень сложно в главе государства. Но в то же время мы гордимся, это же уже мировой мир. Уже даже Россия не тронетил. Миру гордится. Дай Бог, все это выдержит. И вот все начинают. Не надо было там Крым, Севастопа, немного. Как это не надо? Да чуть-чуть, опоздаем на несколько дней и все. Час где? Польша стоят, умы не стоят, НАТО. При Балтике везде НАТО стоит. 30 тысяч гости стоят, ракеты стоят. Ну давайте, чтоб еще в Крымском. Вот так что, страны не будут? Вообще не будут. Да, надо выходить с Юго-Востока. Другому идти как переговора нет, потому что тяжело. У нас же Донбасс, Пасбас, Пасбас, Донбасс, Сахтерская Брас. Сколько украинцев, сколько у меня друзей. Не только в среднем уночке, а вообще друзей по жизни. Когда человек, с которым выучился в академии, начинает с тобой говорить по-другому, вот тут дрожь берет. И я сейчас сталкиваю вопрос к президенту, чтобы реконструировать срочно порт там. Когда мы можем с нашим углем, с металлом, да и с инвертами выходить в Средиземное море. А там уже по всему миру можно ехать. Другого выхода нет. Николай, который проедет, Шпатес, он тоже сам, назначил его. Новороссийск не развит. Я считаю, что от души нам доход с глазами там, а там. Многие могут подумать, что здесь дугорматор украинского края говорить про развитие порта там. А как? Ну, что толку, если мы так будем, этот уголь будет лежать. Нам все равно выход нет. И получается, мы должны свой край, ради ученых, развивать и думать 4,5 тысячи километров хоть на Запад, хоть на Восток. А как с продукцией-то, с этой? То есть должен не только себе думать. Мы откладываем очень большие деньги. Нам показатели это не идут. Развитие портных, вот, сквозь металл и так далее. Все это идет в Дальний Восток. Но это наши деньги. И мы вынуждены на это вкладывать, иначе не будет развитие Узбаса. Вы понимаете, насколько все переплетается. И плюс, казалось бы, говорят, ну что вы трендите, ну там, уменьшите добычу угля. Не можем. Потому что тогда потеряем мировые рынки. Все равно это кончится там через 2-3 года. Но рынки тогда потеряем. Тогда Австралия, Индонезия займут все эти вещи. А мы занимаем третье место. И вот этот клубок, вот клубик-рубик, который мы с вами должны в ежедневном режиме решать. И каждая любая идея, практическая, не виртуальная, которую можно внедрить сегодня, ну это спасет. А у нас ведь задача людей из-под земли максимально убрать, побольше перевести на открытые горные работы. Но, вы знаете, у меня очень много врагов. Мы говорим, ну не надо больше 300 добывать. Но это предел. Ну сколько можно? Ну копаешь, попаешь, добываешься. Ну достаточно. Нельзя. Должен быть предел. А всем же нужно убрать, всем нужно получить рецензии, всем нужна капитализация. Ты становишься врагом. У них большие деньги. Они могут влезть на телевидение и все, что угодно сказать. Но нам нужно совместно, экологи, ученые, держать обороты. Уже стыдно у них переделить. Мы разроемся. Дальше вам-то не видно, а я на вертолетах летаю. Вот недавно еще летал. Открывал новое направление. Солнечный номер. Такая. И у всех в голове считают, что солнце должно быть как-то, слава, сколько 60-х лет. Ничего подобного. Там вообще рассеялись лет и все. Ну солнце, слава тебе, Господи. А что-то я в эту деревню завозил. Завози каждый год 3 тонны КСН. Вы представляете, во что это выливалось? Он сидит по этой банке. Еще что-то крутит. Муку там делает. А сейчас дали, значит, как дети. Такие искренние люди, муковые, красавцы, значит. Настоящие все могут. Сейчас все в солнце, но голова не может. Вообще-то голова сейчас не работает. И сейчас ее нужно везде внедрить. Я когда был в Миноге, на каждом доме стоял в батарею. Но впервые вот новые направления, чтобы станция была, мы сделали в Мухово-Тайбину. И очень этим гордимся. Спасибо. Спасибо.